Ну что, Вера, расскажи про это место. Место, вот такое место в Редвуде с выходом на океан, много-много ко мне. Очень красиво, очень ярко светит солнце, не могу ничего говорить и смотреть. Вообще тяжело, а мы еще очки в машине забыли. Кэнон Бич? Я не знаю, что такое Кэнон Бич. Он все время что-то говорит Кэнон Бич, Кэнон Бич, Кэнон Бич. То же самое, что на Кэнон Бич. Еще я-то там не была и не знаю, что за Кэнон Бич. Да, ребята, ну тут, конечно, космически. Смешно, Саша, ну-ка давай поднимайся, давай на камеру. Что, я не буду ничего говорить? Ты хочешь мне что-то рассказывать? Нет, уже замучил. Во-первых, он стащил мою привычку. Он просто нагло ее своровался, плагиат. Очень давно просил меня не делать, ну, когда я пугаюсь чего-то. Я все время делаю так, потом уже реагирую. И вот он начал делать абсолютно так же. Я уже думала, все, он падает там со скалы. И он такой, здесь же ядовитые дубы. Я такая, и что, они прямо здесь? Ну, нет, они где-то здесь, но я его даже не видела. Все равно вот это вот. Нет, ну вот сама начала, сама пожинай плоды теперь. Когда я слышу эти звуки, на моей голове появляются седые волосы. Господи, что-то случилось, что-то не так. Мы в опасности. Вон та птица с синим хвостом. Короче, мы видим здесь каких-то птиц. Может быть, у нас глюки, конечно, я не знаю. У нее от середины тела до хвоста, до кончика хвоста, синяя часть. У нее синяя спинка, перья на крыльях тоже. Ярко-ярко синяя. Я не знаю, если получится сфоткать, то мы обязательно покажем. Мы сейчас находимся на вот таком оверлук, это называется что-то там, оверлук, это смотровая площадка. Минут, наверное, 10 назад поели, и мы ужасно хотим спать, так что у нас слепаются глаза. Как вы представляете, проходит наше будущее. А вот так вот мы спим периодически в машине. Ладно, на самом деле за все время нашего пребывания в Америке я спала один раз днем 15 минут. А сейчас это второй раз, ну невыносимо просто, глаза как-то закрываются просто. Ой, все, я разваюсь, спокойно, но все. Только не честно, Саша заставляет нас ехать. А я еще не выспалась, между прочим. Ну так, отдай подувать. Тебе так удобно, да? С подушками. Ой, какой туман. Мы приехали на оверлук, и вообще там ничего не видно. Вот, посмотрите, какая смотровая площадка. Абсолютно ничего не видно. Ой, что там вообще? Здрасте. Офигеть, облако просто наползает. Мамочки, мы в Сайлент Хиле. Может, поэтому так хочется спать, я не знаю. А поспали мы? Сколько мы поспали? 15 минут есть? Проезжаем коровье поле. Коровье поле проезжаем. Смотрите, сколько коров. А между прочим... Ой, вот они там, вот все коровы. Посмотрите, какие они. Ну, на самом деле, они мало чем отличаются от тех коров, которые в России. Отличие в том, что фермы здесь называются ранчо. И на этих ранчо, вот те самые ковбои, которые... Как ковбои? Как они называются? Ковбои. Ковбои. Коровьи мальчики. Каубои. Долго думали, что такое ранчо, и чем же оно отличается. Оказывается, ничем. И слово ранчо пошло из испанского языка. И там раньше называли сельскохозяйственные угодья всякие. Единственное, это не плантации, например, не поля для выращивания продуктов, а именно там, на этом ранчо, на ферме, там должны выращивать животных. И тогда оно имеет право называться ранчо. Еще должно быть, типа, здание, как главное здание у этого ранчо. А еще мы теперь ездим с подушечками. Мне кажется, это очень удобно. И так не устаешь. Ой, спать, все равно хочется. Но, еще, кстати, мы отъехали от берега совсем немного. И облако уже не наползает сюда. Оно задерживается вот там вот деревьями.